АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА У меня было такое ощущение, что российским пропагандистам раздали буквально. Как-то они вытянули жребий, кто будет на стороне Азербайджана и кто будет на стороне Армении. Потому что вся вот эта вот риторика, весь этот пафос и весь этот крик как-то очень не верится мне со стороны, что это искренние убеждения людей, особенно на каналах российских, федеральных. Можем ли мы поговорить о том, чем занималась российское федеральное телевидение во время конфликта? Да, с удовольствием. Я только с удовольствием поговорил бы на эту тему. Вообще это довольно поразительно, насколько российские СМИ, ну я не побоюсь этого слова, выбесили людей с азербайджанской стороны. И как это забавно бы не звучало бы и с армянской стороны. Потому что в Армении люди, которые поехали туда, это просто подонки, которые занимались тем, что во время войны, когда страна воюет, они ездили, снимали сюжетик и быстренько уезжали. И рассказывали о том, как пашинян рушат страну изнутри. А люди, которые ездили в Азербайджан, я бы таким тезисом о них не стал бы говорить, что они подонки. Но это такие очень тоже специфические люди, очень похожие на сотрудников Федеральной службы безопасности. Я таких видел, например, в Минске, который когда был там. Они просто ничем не занимались. За все время, что я там был, представители «Россия-1», там, по-моему, еще было НТВ и еще кто-то, я не помню точно, какие еще каналы были, они съездили в русский город, в Азербайджане, где живут в основном русские. Сняли оттуда сюжет какой-то абсолютно бредовый. Я даже досматривать его не стал. И все. Они не выходили из Хаята, жили в Хаяте, никуда не ездили ближе к фронту. И меня, конечно, это абсолютно поражало, потому что в отличие, например, от западных журналистов, которые там работали, и Франц-24, и АП, еще кто-то был, российский федеральный канал, они вообще не выдвигались в Азербайджане. И я просто не понимал. И это жутко бесило вот ребят, которые организовывали там все, их прям это раздражало. Они говорят, ну хорошо, ну вы не хорошо, вы хотите снимать какую-то свою повестку, но вы будете куда-то ездить вообще? Потому что мы просто, вы сидите в Хаятах уже там вторую неделю, бухаете, баранину навертываете каждый вечер и каждое утром там еще выпивая по бокалу шампанского. И в общем, как бы ничего не делаете. И людей это, правда, напрягало, но мне кажется, что вообще Россия выбрала довольно забавную сторону. Они пытались изо всех сил сделать все, чтобы после войны не было Пашиняна. Ну, как мы видим, пока у них это не получается. Алиев, как глава государства, человек, который никогда бы, никогда бы не стал бы иметь дело с боевиками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова